Измерить давление и пульс, наложить повязку, восстановить дыхание и ритм сердца. Всему этому начали учить 7-е и 8-е классы кадетской школы. С этого года в школьную программу ввели уроки оказания первой помощи. Как прошло первое занятие, увидела Анастасия Кладинова. Вы решили его вытащить из машины, а у него сломаны позвонки. Вот у него сломаны шеи и позвонки. Если вы стали его вот так вытаскивать, попробуйте. 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 Что вы сделали? Доломали. Может быть, нам взять какую-нибудь деревяшечку. А что у нас тут получено? А ну-ка давайте-ка мы подсунем вот эту деревяшечку. И вот будем его вытаскивать. Видите, не смещается ничего. То есть, какой он был пострадавший, такой был. Вы его в фиксированном положении вы его вытащили. Цель курса – научить школьников ориентироваться в ситуации, где требуется первая помощь и уметь правильно ее оказывать. В кадетской школе уроки будет проводить главный врач медицинского центра Марусина Наталья Феоктистова. Медицине она посвятила больше 35 лет. Сейчас ее задача не только обучить детей теории, но и научить применять знания на практике. Это новый проект по указу президента. Нас во всех школах обязывают сейчас обучению оказанию первой помощи. Не медицинской, а именно оказанию первой помощи. Всегда, в любых ситуациях, в экстренных ситуациях, мы бываем бессильны перед тем, чтобы оказать первую помощь. Рядом с нами могут быть пострадавшие как при ДТП, как просто человек на воде, отморожение, ожоги. И пока мы дождемся, пока приедет скорая помощь или медицинская помощь, мы можем что-то оказать сами. И вот этому мы хотим научить детей. На вводном уроке рассказали о последовательности действий на месте происшествия. Школьники узнали, как перемещать пострадавшего, накладывать повязку на рану, извлекать инородное тело из дыхательных путей и выполнять сердечно-легочную реанимацию. У нас такого в школе не было никогда, если так подумать, кроме уроков ОБЖ, которые сейчас ОБЗР. Мне кажется, что этот урок очень важен в жизни. Когда даже едешь куда-то далеко, замечаешь, что много аварий, что-то еще. И думаешь, как бы хотелось бы лично мне очень помочь. Я считаю, что это очень важно в жизни. Обучение будет проходить в виде лекций и практических занятий. Курс рассчитан на два учебных года, после чего школьники сдадут зачеты. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, Люберецкое телевидение.